Приветствую вас, дорогие братья и сестры, уважаемые телезрители, пользователи YouTube-каналом в интернете, где, в общем-то, и звучит сейчас эта передача, наша беседа и встреча с вами. Некогда Христос оставил людям одну, только одну молитву, которая поэтому называется обычно молитвой Господней. Когда ученики сказали ему, научи нас молиться, он в ответ дал им эту молитву. И когда-то в предыдущей передаче я просил вас запомнить, где она озвучена в Евангелии. Это Евангелие от Матфея, 13 глава, с 6 по 9 стихи. Отче наш, ижеиси на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яку на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам донеси, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Второе прошение молитвы Господней звучит так. Да приидет царствие Твое. Как и по поводу первого прошения «Досветится имя Твое», и о котором мы говорили в прошлой передаче, уместно задать вопрос. Что вкладывает в эти слова человек, христианин, верующий, произносящий эту молитву? На что, к чему направлены в эту минуту его сознания, его надежда, его желания? Да приидет царствие Твое. Мне думается, что на вопрос этот ответить так же трудно, как и на предыдущий о первом прошении «Досветится имя Твое». Когда-то на самой заре христианства смысл этого прошения был прост. Вернее, оно воплощало, выражало в себе, можно сказать, главное в вере и надежде христиан. Знаете, достаточно один раз прочитать Евангелие, чтобы убедиться в том, что понятие Царства Божие стоит в самой сердцевине проповеди и учения Христа. «Пришел Иисус, проповедуя Евангелие Царства, и сказал, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». О Царстве Божием почти все притчи Христа. Он сравнивает его с сокровищем, ради приобретения которого человек продает все, что у него есть, с зерном, из которого вырастает тенистое дерево, с закваской, которая поднимает все тесто. «Всегда и всюду» – это одновременно таинственное и притягивающее обещание, возвещение, приглашение в Царство Божие. «Ищите же прежде Царство Божие, да будете сынами Царство, Царствие». И потому, может быть, самое удивительное в длинной истории христианства, что это сердцевинное, центральное понятие, это сердцевинное содержание евангельской проповеди нам сегодня приходится как бы заново разгадывать, словно мы забыли или потеряли его где-то по дороге. «Но как же молиться нам о Царстве Божием? Как говорить и Богу, и себе, да приидет Царствие Твое, если мы сами не знаем, хорошенько не знаем, что значат эти слова?» И трудность здесь состоит прежде всего в том, что в самом Евангелии это понятие Царства как бы двоится. С одной стороны, оно как будто отнесено к будущему, к концу, к запредельному. Оно как будто соответствует тому, что всегда говорят о христианстве его недруги, а именно, что христианство – центр тяжести, полагает в каком-то другом, неведомом нам загробном мире, и поэтому равнодушным оказывается к злу и несправедливости этого мира. Христианство – это есть религия одного потустороннего, а если так, то молитва, да приидет Царствие Твое, есть молитва о конце мира, о его исчезновении, молитва о наступлении как раз вот этого потустороннего загробного царства. Но почему же тогда Христос говорит и о том, что Царство приблизилось? На вопросы своих учеников отвечает, что оно посреди них и внутри их. Не указывает ли это на то, что понятие Царства не может быть просто отождествлено с потусторонним миром, имеющим наступить в будущем после катастрофического конца и обрыва этого нашего земного мира? Вот тут-то и подходим мы к самому главному. Здесь все дело в том, что если разучились мы понимать Евангелие Царства и не знаем толком, о чем молимся, произнося слова молитвы Господней, да приидет Царствие Твое, то это потому, конечно же, что забываем и почему-то не слышим их во всей полноте. Мы всегда начинаем с себя, с вопросов о себе. Даже так называемый верующий современный человек очень часто кажется заинтересованным в религии только постольку, поскольку она отвечает на его вопросы о себе. Бессмертна ли моя душа? Неужели со смертью все кончается? Или, быть может, есть что-нибудь там за страшным и таинственным прыжком в неизвестность? Но Евангелие говорит не об этом. Оно называет Царством встречу человека с Богом. С Богом, который есть подлинная жизнь и жизнь всякой жизни, который есть свет, любовь, разум, мудрость, вечность. Оно говорит, что Царство приходит и начинается тогда, когда человек встречает Бога, узнает Его и с любовью, и радостью отдает себя Ему. Оно говорит, что Царство Божие приходит тогда, когда моя жизнь до краев наполняется этим светом, этим знанием, этой любовью. И оно говорит, наконец, что для человека, переживающего эту встречу и наполнившего свою жизнь этой божественной жизнью, все, включая саму смерть, все открывается в новом свете. Ибо то, что Он встречает и то, чем наполняет свою жизнь здесь, сейчас, сегодня, и есть самовечность, ибо есть сам Бог. Так о чем же мы молимся, когда произносим это действительно единственное во всем мире слово, эти удивительные слова? Да приидет Царствие Твое! Мы молимся о том, прежде всего, конечно, чтобы произошла эта встреча. «Сейчас, здесь и сегодня, чтобы в этих обстоятельствах, в этой моей будничной и трудной жизни прозвучало это, приблизилось к вам Царство Божие, и чтобы засияла моя жизнь силой и светом Царствия, силом и светом веры, любви и надежды». О том, далее, чтобы и другие, и все, и весь мир, так очевидно лежащие, пребывающие во зле, в тоске, в разврате, в страхе и суете, все увидели бы и восприняли этот свет, воссиявший в мире две тысячи лет назад, когда на далекой окраине Римской империи прозвучал тот одинокий, но доселе звучащий голос. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И о том еще, чтобы помог нам Бог не изменять этому светлому Царствию, не отпадать от Него все время, не погружаться в затягивающую нас тьму и трясину жизни, и о том, наконец, чтобы пришло оно, это Царство Божие, пришло в силе, как говорит Христос. Да, в христианстве есть устремление к будущему, ожидание любимого, надежда на конечное торжество на земле и на небе, как говорит апостол Павел, «Да будет Бог все во всем, да приидет Царствие Твое». Мне думается, это даже не молитва, это ритм сердцебиения у каждого, кто хоть раз в жизни увидел, почувствовал, полюбил свет и радость Царства Божьего, и кто знает, что оно есть и начало, и содержание, и конец всего, что живет. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Продолжение следует...